Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я хотел бы вам рассказать и показать откуда брать идеи для дизайна своих проектов или своих будущих андроид приложений. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид разработчик за 3 месяца». На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид разработчик за 3 месяца». Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Действительно, когда вы начинаете разрабатывать приложение, больше своей массе у вас не будет никакого дизайна. Вы не захотите тратиться на дизайн или решите то, что не каждый дизайнер вам сделает то, что вам нужно на самом деле. И вам, допустим, смотрите, нужно, допустим, создать мобильное приложение для интернет-магазина. Идем в Google и вбиваем в поиски «Интерест». Открывается, вы лучше залогинитесь, вам это все будет нужно. И пишите «мобайл», например, «эпп дизайн шоп». И смотрите, что здесь варианты, что часто вбивает. «Мобайл апп дизайн шоп», «мобайл апп дизайн шоппинг». Ну, «шоппинг юай дизайн мобайл апп», допустим. И вот идет в поиски. И вы вот прям заходите, вот наводите, лупа появляется. Лучше правой кнопкой мыши, чтобы эту вкладку не терять. Ну, хотя можно и так. И смотрите, у вас открывает, вот лупа, допустим, открываете. И смотрите, здесь вы можете уже смотреть, примерно, да, у вас, как можно оформить тут карточки. И различные идеи, и тут другие идеи вам уже подсказываются. Как вы можете оформить магазин, да. И вы можете, по факту, вот тут нажать на три точки и скачать изображение. Вот, скачивается изображение, скачалось, открываем. И вот, смотрите, открываем весь экран. И тут уже лучше видно. Вы можете даже масштаб, да, и посмотреть, как это все можно оформить. Достаточно интересные идеи для оформления магазина. Я сейчас найду. Можете подписаться на этого автора, либо добавить в избранное. В общем, или, например, вам нужно, допустим, мобайл, разработать мобильное приложение, связанное с кинотеатром. Например, допустим, онлайн кинотеатр, но в формате мобильного приложения пишите. Дизайн. Сейчас. Ну, пусть вот так вот будет у нас. Мови. Дизайн. Мобайл. Мови. Мобайл апп дизайн. Вот. И вот, допустим, что-нибудь давайте поинтереснее. Ну, вот вроде здесь карточка с фильмом. Ну, вот интересная реализация. И вот вы можете также скачать и посмотреть, сохранить. Изображение. И вот так вот нужно действовать, когда вы создаете либо учебный проект, либо какое-то реально мобильное приложение. Вы хотите сделать свое приложение хорошим, приятным для пользователя. Не нужно изобретать велосипед, что-то придумывать. По факту, та же работа дизайнера, это всегда аналитическое мышление. То есть, вам нужно взять уже все лучшее, то, что есть. Взять примеры, вот, посмотреть, как можно оформить. Выбрать интересующий вас, нравящийся вам дизайн. И добавить в этот дизайн какую-то свою изюминку. Что-то изменить. И, то есть, берем готовые, проверенные, классные варианты, хорошего дизайна. Обязательно смотрите на сочетание цветов. Но, если я вам так скажу, то, допустим, посмотрим, если на сочетание цветов. Фон черный, немножко выделяющийся темно-серые, неактивные теги. И красные активные теги, шрифт белый. То есть, по факту, три цвета. Черный, красный, белый. Ну, звезды, понятно, оранжевые, они всегда такие, да. Вот в основе лежат три цвета. И всегда, вот, допустим, посмотрите на вывески, допустим, тех же магазинов. Бело-красный, там, Сбербанк, допустим. Бело-зеленый, черно-желтый. Ну, вот сочетание такие цвета. И, насколько я помню, красный всегда ассоциировался со скоростью. Зеленый с безопасностью. Белый очень удобен. В основном люди привыкли смотреть на светлые или темные тона. Темный цвет, чем хорош, он не так сильно давит на глаза. То есть, темный цвет, он идеален. Ну, то есть, смысл в чем? Вам нужно выбирать готовые имеющиеся дизайны, которые уже существуют на рынке, которые где-то использовались. И что-то использовать их как за концепцию, этот дизайн. Но при этом, внося свои корректировки, изменяя что-то, что подчеркивало бы ваше мобильное приложение как нечто особенное. Что-то особенное даже по дизайну. Но при этом, черпать идеи по дизайну можно здесь. Также, вот вы увидите, здесь ссылка на сайт. Скорее всего, эта работа была выложена там drible-trible.com. И это... Туда, там можете смотреть. Раньше я смотрел в Инстаграме. В Инстаграме можете подписаться на клевые работы. Ну, есть неочевидный такой еще шаг. Можете на Ютубе посмотреть, там ввести топ веб-дизайн, мобайл, там тот же муви. Возможно, что-то найдете. Но за основу всегда берите Пинтерест. Очень классный сайт. Прям всегда используйте его. Ну, а на сегодня это все, что я вам хотел рассказать. До встречи на следующей неделе. Всем пока.